Шаббат Шалом И жил Яков Жил наш праотец Яков В этой главе недели Завершается жизнь Якова В этой главе недели мы читаем Как его сыновья в итоге возвращают Его тело в Хеврон В пещеру Махпела Чтобы его там захоронить Рядом с женой одной из жен Там где праотцы и Авраам И Ицхак И конечно праматери Сара и Ревка В том числе находятся А также как мы знаем по традиции Тоже Адам, Ева, Адам и Хова В этой главе недели Очень много что происходит Большая часть этой главы Это на самом деле можно сказать Благословение Якова перед его смертью Своим сыновьям И не только своим сыновьям А все потомки дальше Потому что есть 12 сыновья 12 коленей Для каждой колени Свое благословение до конца всех времен Можно это назвать на каком-то степени Можно это назвать Завещание Якова А также Исраэль Мы знаем, что Яков Исраэль Это тот же самый человек Своим сыновьям Своим потомкам Всему народу Израилю Всем нам Давайте посмотрим чуть-чуть Более конкретно Одну очень важную мысль для меня Которую я научился Которую я получил От один из своих учителей От Рав Уришерки Написано, что перед смертью Якова Яков зовет Одного из его сыновей Кого? Йосеф Йосеф, который является владелец Который отвечает За всю экономику Египта Именно ему Яков зовет Не другим сыновьям, а Якову Объясняет Раши Один из главных комментаторов Торий Жил в 12 веке Говорит так В Тории написано Ваикра ливноле Йосеф И позвал своего сына И Йосефа Почему так написано стало? Почему не просто написал Позвал его сына Или позвал Йосефа? Почему позвал Позвал Или дал указание Позвать своего сына Йосефа Зачем Двойное слово? Указывать нам Что Яков Не просто так зовет Йосефа Потому что Он его так любит А потому что Яков будет сейчас Задавать какие-то вопросы И Спрашивать Некая помощь И он зовет Того сына Который может Помочь И может Обеспечить Нужды Якова Яков хочет спросить Чтобы его хоронили Все-таки На земли Кна На земли Израиля В пещере Махпела Он не хотел Чтобы его похоронили В Египте Он не хотел Чтобы потом От его места хоронения Сделали Какого-то идола Поклонства Все-таки Яков был Уважаемый человек Мощный духовный человек Для всего Египта Отец Владельца земли И он зовет Йосеф Потому что Йосеф Может это Организовать Другие Из его сыновья Скорее всего Не могут Если мы Читаем Тору Чуть-чуть Более глубже Можно и понять Что на самом деле В первую очередь Яков Зовет Говорит Ко Всевышний Потому что Мелодия Как читается Тора Кстати В шаббат Когда мы читаем Тору Мы читаем С определенной Мелодией У этой мелодии Тоже есть Глубокий смысл Это не просто Что было красиво Или приятно Если смотреть На мелодию Как читается Эта фраза Мы тогда говорим И позвал Запятая Своему сыну Йосеф То есть В первую очередь Он позвал Всевышний Потому что Всевышний Всемогущий Всевышний Может по-настоящему Все делать И все реализовать И только потом Потому что Мы понимаем Что реализация Всевышний Будет через Йосеф Через своего сына И зато Позвал Кого? Всевышний Помолился К Творцу И только потом К своему сыну К Йосефу И кроме Этой просьбы Кроме этой просьбы Яков зовет Йосеф Почему? Потому что У Йосефа Есть статус Которого нет У своих братьев У нас есть Три працы И четыре Праматерей Помните? Аврагам Ицхак Яков Три працы И четыре Праматерей Это Сара Ривка Рахель Илеа К Рахель Илеа Конечно В добавлении Билха И Зильпа Но они под Можно сказать Прикрытие Рахель Илеа Мы говорили об этом Не так уж Давно Йосеф Он особенный Потому что Он сын Якова То есть Официально Он не является В том числе Пратец Но Йосеф Который Он первенец У Рахель У Якова Он рождается Не как первенец Первенец Якова Это Реувен Но Первенец У Яков Илеа Первенец У Яков И Рахель Который Родился гораздо позже Это Йосеф Но Йосеф Должен был быть По-настоящему Первенец У Якова В том числе Потому что Изначально Яков Хотел жениться Планировал жениться Был уверен Что он женился На Рахель И в первобрачную ночь Яков Илеа Яков уверен Что он В союзе С любовью Его жизни С Рахель Из этого Намеренно Из духовной точки зрения На уровень Намерения Его первенец Это Йосеф Несмотря на то Что физически В итоге Это Реувен У Рахель Конечно Это и есть Первенец Из этого Может быть Йосеф Официально Не является Один Из нашей Паратцы Нашего народа И мы считаем Его как Один Из Двенадцать Сыновья Якова Но Дефакто Даже если Не даю Но Дефакто Он Да Как Паратец Потому Потому Что Нету Колена Йосеф А Два Его Сыновья Становятся Две Колени То есть Его Два Сыновья Как Будто От Него Отходят И Возвращаются К Якову Как Будто Они Сыновья Якова Колена Менеше И Колена Эфраим Почему Нам Это Важно Почему Это Рассказывают Потому Что Во-первых Это Означает Что Если Все Сыновья Якова Каждый Получает Одно Благословение Одно Завещание Йосеф Получает Два За Менеше И За Эфраим И Почему Нам Это Так Важно Помните Мы Говорили О том Что Йосеф Был Уверен Что Он Может Повлиять На Мир И Справить Мир Через Экономики Через Политики Как Космополит А Не Как Еврей Не Как И И И В Этой Главы То Что Началось Когда И И Подошел К Йосеф Помните Мы Это Говорили Подошел К Йосеф И Сказал Я взял Ответственность Над Всех Своих Братьев Объединение Обратно Между Йосеф И Братья Обратно К Дому Своего Отца К Якову Завершается В этой Главе У Йосеф Когда Рождаются Эти Два Сыновья Менаш Ефрай Первый Венец Йосеф Это Менаш Слово Менаш Это Имя Как Тора Нам Показывает Указывает О Того Разделения Которое Было Между Йосеф И Его Отца Яков Между Йосеф И Его Дом И Его Семья Он Отдалился Он Отошел Был Какой-то Разрыв Шаблоны Он Был Потерян И Это То Что Символизирует Как будто Его Первый Сын Менаш А Второй Его Сын Ефрай Указывает О Благословении Процветания Изобилия И Может Быть Йосеф Когда Понимал Что Это Изобилие Этот Успех К нему Дошел Именно Потому Что Был Разрыв Шаблон Именно Потому Что Он Отдалился От Своего Отца От Якова От Имя Второго Его Сына Это Ефрай Теперь Когда Яков Зовет Иосеф Дать Благословение То есть Спросит От Иосефа Помощь И Потом Дать Благословение Иосефу Через Того Что Он Будет Благословить Сыновья Иосефа То есть Это Внуки Якова Меношей Ефрай Он Относится К ним К Меношей К Ефрай Дает Им Большое Благословение Но Наоборот Он Считает Эфрай Как Первый А Меношей Как Второй То есть Он Показывает Иосефу Что Настоящий Успех Не Может Прийти Если Я Забуду Кто Я Есть Если Я Буду Отрываться От Своих Корней От Своих Предков Из Это В первую очередь Процветание Почему Процветание Почему Эфрай Первый Потому Что Ты Вернулся Связался Обратно С Яков С Сыновья Израиля С Народ Израиля Ты Становишься Еще раз Часть Израиля И Как Сказать Дефакто Даже Как Процвет Для Этого Народа Потому Что Твои Сыновья Меношей Ефрайн Станут Также Две Из Двенадцать Коленей Израиля Из Это В первую очередь Яков Говорит Иосефу Для Меня Твой Первый Это Ефрайн Потому Что Именно Через Него Ты Видишь Что В итоге Твой Успех И Процветание Это Как Часть Народа Израиля А не Когда Ты Отдален Не Когда Ты Отрываешь Себя От корней И Называешь Себя Космополитом И Только Потом Благословение Меношей Тот Меношей Который Иосеф Думал Что Он Называет Меношей Как Некая Символика Того Что Он Забывает Дом Своего Отца Забывает Свою Семью Отрывается От них Нет Именно Этот Сын Он Твой Второй И Он Тот Который Будет Наоборот Держать Память Связь Народа Израиля Как Это Выражается Что Много 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 Лет Спустя Много Лет Спустя Примерно 250 Лет Может И Больше Когда Уже Народ Израиль После того Что Вышли Из Египта И Уже Подходит К Израилю Из 12 Колен Израиля Две Колени Приходят К Моисе И Говорят Ему Послушай Мы Хотим Остаться С Восточной Стороны Йордан Здесь Хорошая Земля Здесь Останемся Мы Не Зайдем В землю Бет Аван Мы Не Зайдем В Израиль И Выбирается Колено Меноше Который Половина Из И Вторая Половина Этой Колени Да Заходит И Да Остается Жить На земле Бет Аван В Израиле Именно Тот Меноше Который Казалось Что Является Символикой Разрыв Шаблона Что Йосеф Отдаляется От семьи От отца Это То Колено Которое Будет Держать В память И Будет Связать Десять Колен Внутри Земли Израиль И две Колени Которые Решили Остаться Вне Израиля Что Дай Бог Мы никогда Не потеряли Эту связь Что Даже Если Мы Думаем Что Мы Отошли Слишком Далеко От своих Корней Что Мы Смогли Благословение Этой Шаббат И Это Чтение Торы Вернуться К Этой Корням Укрепить Эту Связь Осознать Что Эта Связь Со Своими Корнями Со Своими Предками Оттуда Благословение Оттуда Процветание Растет С этой Мы Завершаем Первую Книгу Берешит И Главную Тему Которой Вся Эта Книга С ней Занимается Помните Мы Тоже Сказали С Нашим Айдентити Шаббат Шаббат Шаббат